Трейлеры теперь анонсируют не только фильмы и компьютерные игры, но и книги. Более точное название этих роликов-миниатюр – буктрейлеры. Создатели работ в этом самобытном жанре есть и в Нижнем Тагиле. По каким книгам тагильчане снимают и монтируют буктрейлеры, узнала Татьяна Козяр. Это не анонс фильма или спектакля. Это буктрейлер «Герои ночи» по роману Фёдора Достоевского. Его создала тагильчанка Ирина Гаёва для конкурса, объявленного Центральной городской библиотекой. Принять участие в нём несложно. В любой доступной программе нужно создать видеоролик о книге. Единственное такое основное требование, что ролик должен быть не более трёх минут. То есть, чисто зрительски мы понимаем, что более двух минут, может тяжелее смотреть. Очень хочется, чтобы ролики были достаточно динамичными, яркими, запоминающими. Потому что главная задача этого ролика не просто пересказать сюжет этой книги, а заинтересовать, заинтриговать, как-то привлечь внимание. Организаторы конкурса призывают тагильчан попробовать себя в роли сценаристов, режиссёров и даже актёров. Номинаций три. «Книга из детства. Мой литературный Тагил. Сокровенная книга». Именно в последней номинации пока больше всего участников. Екатерина Сафранеева создала буктрейлер к роману «Мари Бернадетт Дюпы. Сиротка». Очень хотелось подать в самом лучшем свете книгу, которая произвела впечатление на саму Екатерину. Признаётся, не думала, что это окажется таким увлекательным занятием. «Главное – сесть, попробовать. И вы не заметите, как оно вас захватит. И вам потом захочется ещё попробовать, и ещё попробовать. И так интересно». Конкурс продолжается. В Центральной библиотеке ждут новых работ до 22 октября. После этого начнётся открытое зрительское голосование в интернете. А жюри объявит своё решение в начале ноября. Татьяна Козяр, Александр Кравченко, Александр Корнаухов. Время новостей. Телекон.